Радуйтесь, православные! 28 июля мы с вами поговорим о памяти Святого Равнопостольного князя Владимира. И тут у нас целая россыпь вот таких моментов, которые подойдут нам в качестве темы для обдумывания на сегодняшний день. Ну, сначала давайте начнем с цитаты. Святой Равнопостольный Великий Князь Владимир. Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по значению с именем Святого Равнопостольного Владимира, крестителя Руси, на века вперед определившего духовные судьбы русской церкви и русского православного народа. Владимир был внук Святой Равнопостольной Ольги, сын Святослава, мать его Малуша, дочь Малка Любичанина, которого историки отождествляют с Малым, князем древлянским. Приводя к покорности восставших древлян и овладев их городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала, за которого пытались ее святать после убийства Игоря, а детей его, Добрыню и Малушу, взяла с собой. Добрыня вырос храбрым и умелым воином, обладал государственным умом, был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления. Овещая дева Малуша стала христианкой, но захоронила в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов. Там она и полюбилась суровому воину Святославу, который против воли матери сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга, считая невозможным брак своей ключницы, пленницы и рабыни с сыном Святославом, наследником великого князьского княжения, отправила Малушу на свою родину в весь неподалеку от Выбуд. Там и родился около 960 года мальчик, названный русским языческим именем Владимир, владеющий миром и владеющий особым даром мира. Обратите внимание, как все переплелось. Вроде бы и Ольга христианка, но все же не свободная от языческих нравов своего родного мира. И Малуша, и рабыня, и не рабыня, и вроде княжеская дочь, но с другой стороны ее статус не позволяет ей быть законной женой. И ребенок, сын рабыни, который получает имя Владимир, владеющий миром, что это как ненасмешка, что вот это вот как все переполошилось и только-только устраивается, и как же нам из всего этого выходить. Дальше сложная история с Византийской империей, потому что вот следующая тема для размышлений, которую я вам предложу, это такое интересное разделение истории. Есть история гражданская и история академическая. История академическая – это история проблемная. И тут, что называется, пристегните ремни, наденьте шлем и держитесь за поручни. Мы не знаем точной даты крещения Руси. То есть мы знаем, что это связано с Владимиром, но никто из действующих лиц дневника не вел, чтобы было написано. Такого-то числа крестился. И вот непонятно, то ли в эту дату, то ли в эту дату, то ли в эту дату. То есть есть несколько дат, то есть совершенно точно, еще раз давайте подчеркну, именно с князем Владимиром связано крещение Руси. Но академическая история не может назвать нам доподлинно точную цифру, точное число. Есть история гражданская. Вот гражданская история – это вот нельзя ли нам четко сказать, когда? И действительно, ну зачем запутывать непрофессионалов? Вот мальчика или девочка, они начинают изучать историю своей страны. Ей не нужно проблемно излагать. А нужно вот школьной аудитории излагать гражданским. То есть четко и вот так вот. Ну точно так же, как, простите, Сталинградская битва. Вот если Куликовская битва началась в конкретный день, то есть войска вышли, построились, и, соответственно, поединок двух богатырей, потом большое столкновение, потом удар осадного полка – все это можно уместить в один световой день. А вот, например, Курская или Сталинградская битва. Вот она когда началась? Когда был сделан первый выстрел, когда разведческие подразделения с обеих сторон обнаружили друг друга, когда впервые был нанесен артиллерийский удар. То есть вот если мы говорим о Средневековье, то воины встали в поле, выстроились, опять же, да, или один полководец напал на войска другого полководца, пока те не успели построиться, но, по крайней мере, это все в один день умещается. То вот история академическая, она говорит о некоторых проблемностях. Поэтому надо всегда с осторожностью относиться, что, дескать, на начало Курской или Сталинградской битвы был отслужен молебен, то есть молебен мог быть отслужен, были и священники, которые скрывали свой сан, были и священники, которые молились в застенках и лагерях и получали сведения о том, что происходит на фронте, и, конечно же, могли отслужить молебен. Но сказать, что вот именно в день начала был отслужен молебен, вот это уже составляет некую академическую проблему. Хотя, в общем-то, с точки зрения гражданской истории был отслужен молебен, и все правильно. Ну и, конечно же, это попытки Владимира объединить Русь сначала на языческом начале. То есть Владимир искал, что же объединит все разрозненные племена славян, и даже делал под Киевом некое общее святилище. И, к своему удивлению, обнаружил, что в целом не нашел он отклика у населения, и население как-то под властью князя не объединилось. А вот история государства российского, победоносное шествие этого государства в истории начинается с принятия христианства. Славяне больше не продают друг друга в рабство, обретают свою государственность, это же тоже важно, свою письменность, свою часть наследия в византийской традиции. Это же тоже очень важно. И в этом случае, в качестве последней темы для размышления, которую я вам сегодня предложу, это, как ни странно, глава из Евангелия от Иоанна, где Господь спорит с фарисеями, которые пытаются ему сказать, что мы наследники Моисея, а ты кто? И Господь говорит, что да не обольщайтесь, что вы наследники Моисея, это вам ничего не дает. Вот отцы наши убили пророков, а мы бы, если бы были в дне отцов наших, этого бы не сделали. И Господь говорит, да вы худшие, потому что вы ставите памятники пророкам, а делаете, как отцы ваши. И вот у нас в Самаре есть памятник рядом с Софийским собором, памятник князю Владимиру, который выбрал свет христианства, предпочтя его тьме язычества. И в этом случае всякий, кто сейчас в Самаре именуется христианином и читает гороскоп в газете или в интернете, он ходатайствует себе худшее осуждение. Вот если бы у нас не было памятника князю Владимиру, что мы радуемся, что князь Владимир молодец, он выбрал правильно. То есть мы знаем, какой выбор правильный. Вот князь Владимир не знал. И, собственно, да, вспомните, мы даже пересказываем вот этот эпизод из «Жития», что пришли иудейские проповедники, пришли исламские проповедники и пришли христианские миссионеры. И князь выбирал. То есть это было рациональное решение. Вот тут нельзя пить вино, но можно четыре жены. Вот тут, в общем-то, Господь вроде тот же, но нужно обрезываться. А вот тут вот, да, Византийская империя, христианство и так далее. И вот князь Владимир, он еще не знал, но он выбрал правильно и в этом его величие. А вот если люди поставили памятник князю Владимиру, а потом радостно обратились в язычество обратно, в гороскопы, в красную нить на запястье, в подкову над входом в дом, в денежное дерево на подоконнике, в мебель по фэншую, то тем самым, по словам Господа в Евангелии, они исходатайствуют себе и худшие осуждения. Поэтому я призову вас внимательно относиться к памятникам. И если уж мы чтим князя Владимира, то вопрос, да, где он и где мы, и хронологически, и географически, а тем не менее, что если его выбор правилен, и его житие христианское, достойное житие, то и мы должны подражать ему и всячески дистанцироваться от язычества. И, к нашему удивлению, язычество на самом деле никуда не ушло. И Хэллоуин здесь, и фестиваль красок здесь, и Ивана Купала некоторые граждане до сих пор празднуют. Не в смысле памяти Иоанна Крестителя, а вот именно лесного такого духа, который покровительствует беспорядочным связям и странным омовением. Однако на сегодня, мне кажется, я сказал достаточно, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, а завтра, 29 июля, мы с вами поговорим об отцах Четвертого Вселенского Собора и их значение для каждого из нас. До завтра.